Донская казна стала больше на 2 миллиарда. Деньги пришли с федерации и предназначены на решение социальных задач. Средства потратят на пособия по оплате услуг ЖКХ, социальные выплаты безработным, на поддержку животноводства и растеневодства. Объем доходной части будет 139 миллиардов 659,2 миллиона рублей. Расходы 156 миллиардов 672,9 миллиона рублей. Дефицит остается прежний. Мы его не трогаем, не уменьшаем и не увеличиваем. 17 миллиардов 13,7 миллиона рублей. Вырастет и размер социальных выплат на третьего ребенка почти на 500 рублей. Увеличение связано с индексацией. Те суммы, которые будут выплачиваться в 2016 году, хотя и не такие значительные, но тем не менее, они проиндексированы на 6,4%. Это тот дефлятор, который дает нам Минэкономразвитие. Также парламентарии внесли изменения в областной закон об инвестициях. Поправки позволяют субсидировать подведение коммуникаций и арендную плату за землю. Суммы не изменились, есть больше возможностей. И адресность у нас была раньше, то, что находилось именно на самой площадке. Сегодня это касается и тех коммуникаций, которые подходят к площадке. То есть были проблемы, когда удаленные объекты удорожаются именно за счет того, что нужно далеко тащить коммуникации. Нововведения уже получили одобрение экспертов и предпринимателей. Екатерина Лободина, Сергей Вишняков. На Дону.